Очередное заседание Координационного совета общественных объединений состоялось на днях. Среди вопросов повестки дня, состояние общественно-политической ситуации в районе, реализация программы «Доступная среда», вопрос организации движения в городе Видное и подготовка к празднованию 70-летия Победы. Подробности в нашем репортаже. Общественная политическая обстановка в Ленинском районе в ноябре была нестабильна. Отставка руководителя муниципалитета взбудоражила всех. Именно с этого вопроса началось очередное заседание Координационного совета общественных объединений. Председатель Совета депутатов района прояснил ситуацию и рассказал о встрече народных избранников с губернатором Московской области. Мы выразили озабоченность о том, чтобы поднять имиджевую составляющую Ленинского муниципального района, который по сей день, я вас уверяю, остается лидирующим районом Московской области. Попросили его поправить эту ситуацию в том плане, чтобы наладить ту коммуникацию между министерствами и ведомствами в составе правительства Московской области для оказания помощи в насущных вопросах, которые у нас с вами здесь есть. Самое важное – получение и освоение 3 миллиардов рублей из столичного бюджета за отданные Москве территории. На эти средства планируется построить школы, детские сады и больницы. Сделать это невозможно ни за счет районного бюджета, ни за счет инвесторов. Затрагивались и отдельные проблемы поселений. Меньше политики, больше добрых дел. Таков был посыл руководителя области ко всем, кто живет и трудится в Ленинском районе. У нас есть трудоспособная профессиональная команда и в составе администрации Ленинского муниципального района. У нас очень в хорошем понимании этого слова беспокойный совет депутатов района. Я знаю совет депутатов поселений, которые также активно выражают свою позицию, не боятся задавать вопросы, не боятся эти вопросы и принимать, и отвечать на них. И при таком подходе я уверен, что у нас обязательно все сложится, но при условии, когда мы в единой команде. О чем говорил Андрей Юрьевич при нашей встрече 7 ноября, что основным приоритетом, конечно же, это командная работа, которая подразумевает собой не только выполнение определенных задач, но и определенную степень ответственности за то общее дело, которое мы все вместе делаем. Продолжая тему командной работы, заместитель главы района Надежда Демкина, докладывая о реализации программы «Доступная среда», обратилась к представителям общественных организаций с просьбой принять самоактивное участие в создании дорожной карты, где должны быть обозначены специальные переходы, пандусы и маркировки для инвалидов. Следующий вопрос, стоящий на повестке дня, уже неоднократно поднимался общественниками. Дорожная ситуация в Видном. Местный активист Геннадий Чесноков в очередной раз выступил с предложением вернуть правый поворот к 6-му микрорайону у магазина «Перекресток» бывший самохвал. В экспериментальном режиме я с вами согласен, что мы можем попробовать еще раз вынести этот вопрос с точки зрения соблюдения нормативов. Тут нужно учитывать только одно. Режим работы светофоров, к сожалению, сегодня не позволяет осуществить вот этот вот поворот. Там все светофоры у нас задействованы в единую систему пропускную. В свою очередь, исполняющий обязанности главы городского поселения Видное доложил о предстоящих изменениях в работе отдельных городских светофоров и проинформировал, что с 1 января на центральных улицах Видного будут установлены знаки, запрещающие остановку автомобилей. Завершил заседание Координационного совета Виктор Пикуль. Он рассказал присутствующим о решении давней просьбы видновчан о возвращении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям деревни Жуково. Монумент будет установлен в мае будущего года на прежнем месте, рядом с храмом святого Александра Невского. Также Виктор Пикуль попросил участников встречи помочь в составлении календарного плана мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.